Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хован. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня я вам расскажу об особенностях выращивания полуиндетерминатных томатов. В Республике Беларусь, особенно в ее южных регионах, весьма популярно выращивание томатов также и в открытом грунте. Я думаю, что это также является одним из важных способов выращивания томата во многих регионах южнее Беларуси. А полуиндетерминатные томаты, в отличие от полностью детерминатных томатов, являются гораздо более продуктивными. В Беларуси их еще называют коловыми. В то же время рост их невелик, они достигают высоты метр, метр двадцать, не более. Они являются гораздо более скороспелыми, нежели чем томаты защищенного грунта, которые плодоносят в основном во второй половине лета. Для выращивания полудетерминатных томатов необходимо подбирать освещенные, хорошо проветриваемые участки, на которых нет застоя влаги. Как и детерминатный томат, полудетерминатный томат предпочитает высокоблодородные почвы, ведь он весьма и весьма чувствителен к недостатку элементов питания. Но надо помнить, что томаты иногда лучше не докормить, чем перекормить. Детерминатные и полудетерминатные томаты весьма чувствительны к избытку азота. Они начинают жировать, в результате растения могут очень слабо цвести, либо цвести, но не образовывать плодов. Для того, чтобы помочь томатам в открытом грунте избавиться от излишков азота, если вы вдруг столкнулись с такой ситуацией, в этом случае необходимо как следует буквально из шланга промыть посадки томата, лить там 2 часа в них воду для того, чтобы излишек азота промыть в более глубокие слои. После этого не поливать ваши томаты в течение 5-7 дней. И вот этот прием очень хорошо заставляет томаты в открытом грунте начать активно цвести и плодоносить. Надо помнить, что в открытом грунте томаты испытывают гораздо больше стрессов, чем в защищенном, поскольку перепады температур являются значительными. В Белоруссии наступило очень большое похолодание. Мы весь июнь ходили в шортах, не знали куда деться от жары, а июль встретил нас вот такой вот холодной погодой, нам приходится одеваться. Если температуры ночью опускаются ниже 15 градусов, это практически останавливает созревание пыльцы. Пыльца, цветок цветет, пыльца не созревает, опыление не происходит, плоды не образуются. В защищенном грунте мы это можем регулировать закрытием на ночь теплиц. В открытом грунте это сделать довольно сложно. Если объем посадок, как вот здесь, незначительный, в этом случае, конечно, их можно накрывать лоскутами спонбонда вечером, пока солнце еще не зашло, чтобы сохранить тепло здесь, внутри этих посадок. Если же посадки значительные, это могут быть большие площади, в том числе предназначенные для сбора плодов на реализацию, конечно, этот прием применить невозможно. В этом случае вам поможет один единственный прием. Это использование энергетических таких напитков для ваших томатов, каковым является, например, янтарная кислота. Это очень хороший энергетик, который поможет продержаться вашим томатом в условиях пониженных ночных температур. Такую обработку необходимо сделать во второй половине дня, когда солнце располагается уже достаточно низко, для того, чтобы растворы, нанесенные на листья, не обожгли листья и не вызвали какие-либо повреждения. Ну, то есть после 6 часов вечера нужно сделать обработку в количестве от полграмма до одного грамма янтарной кислоты на 10 литров воды. Это довольно крепкие растворы и легко обработать, опрыскать ваши растения с тем, чтобы янтарная кислота, которая всасывается в растение очень быстро, помогла растениям пережить вот это падение температуры, которая происходит, как правило, с 3 до 5 часов утра. К 6, когда солнце уже достаточно высоко поднимается в летний период, уже с посадки согреваются и пыльца начинает хорошо созревать. В дневное время пыльца напротив осыпается на рыльце пестика и происходит опыление. Если температура дневная очень высокая, а в теплице мы это регулируем путем забеливания, например, с южной стороны стекла или поликарбоната, или навешивания какого-то того же спонбонда, затенения каких-то фартуков светоотражающих, то опять же в открытом грунте этот перепад температуры, эту жару, снять довольно сложно. Здесь подойдут такие методы, как опрыскивание забеливающими растворами, которые также защитят ваши плоды от подгорания. У нас есть видео на канале на эту тему. Также необходимо, как я уже сказал, обязательно не загущать посадки, чтобы они хорошо проветривались. Ну и в некоторой степени над посадками поможет очень мелкое распыление влаги. Вы можете взять опрыскиватель, зарядить его водой и поставить опрыскиватель на самое мелкое распыление, чтобы не допустить образования крупных капель, которые могут вызвать повреждение листьев. И легонечко такой водой пройтись. Даже если эта вода быстро испаряется, все равно в этот момент она успевает как следует охладить ваши растения. Нужны буквально какие-то там минуты, 20-30 минут для того, чтобы пыльца осыпалась. Вы заодно немножечко подергаете, потревожите ваши растения, повибрируете их для того, чтобы пыльца осыпалась. И буквально за то время, как вода будет испаряться с поверхности листьев, она охладит ваши посадки, что будет существенно влиять на продуктивность ваших томатов. Для того, чтобы отличить, какой цветочек опылился, а какой нет, достаточно посмотреть на его лепестки. Если лепестки загнуты вверх, это означает, что опыление произошло. Если же цветочек еще в виде колокольчика с такими опущенными лепестками, это означает, что цветочек еще не опылился. Это в равной степени касается как томатов открытого, так и защищенного грунта. Если ваши цветочки ко второй половине дня, то есть к 3 часам дня, еще не опылились, это плохо. Это свидетельствует о том, что у вас неблагоприятные для опыления условия. Проведите вибрацию растений. В открытом грунте можно натянуть какой-то шпагатик и легонечко по верхушкам, если у вас нет колов, если это только детерминатные низкие томаты без колов, можете пройтись по этим посадкам и потревожить ваши растения. Если у вас томаты на колах, значит пройдите и вот таким вот образом легонечко каждое растение протрясите, для того, чтобы все-таки до конца дня пыльца успела сброситься на рыльце пестика. Кроме того, если вы проводите охлаждение или обработки янтарной кислотой, обязательно добавьте туда борную кислоту, а еще комплексные микроэлементные удобрения, для того, чтобы ваши растения не нуждались в микроэлементах и это не влияло на завязываемость плодов. Еще один фактор, который очень влияет на завязываемость и рост плодов, это, конечно же, фосфорно-калийные подкормки. Эти подкормки также влияют на вкус плодов. Многие жалуются, что в открытом грунте, может быть, тепла не хватает, еще чего-то, и плоды получаются кислыми. Дело в том, что такие подкормки фосфорно-калийные и особенно для томатов открытого грунта, у которых рост плода идет гораздо быстрее, чем у сортов защищенного грунта, у них недостаток калия и фосфора как раз будет влиять на то, что плоды будут кислыми. И плоды становятся сладкими при подкормках тогда, когда такая подкормка осуществляется во время цветения кистей. Практически на те плоды, которые уже образовались, которые уже достигли как минимум половины размера своего товарного размера, конечного размера, такие подкормки на их вкус практически влиять не будут. Поэтому помните, что с самого начала цветения кистей вам необходимо выполнять такие фосфорно-калийные подкормки. В соответствии с нашим калькулятором он в полной мере годится как для сортов открытого, так и защищенного грунта. Помните также, что полудетерминатные, как и детерминатные томаты являются достаточно ранними, и они должны отплодоносить у вас, по крайней мере в нашей умеренной зоне, когда со второй половины августа, а то даже и с начала августа, фитофтора является большой проблемой, особенно в открытом грунте. А у вас съем плодов должен произойти до этого периода. Поэтому те кисти, которые будут образовываться здесь сейчас, необходимо эти кисти попросту убрать и прищипнуть верхушки. Потому что, конечно, загадать какая будет погода, ну неизвестно. Может быть, конечно, продержится хорошая погода и не будет каких-то туманов, холодов в августе месяце, и эти верхние кисти дадут вам хотя бы урожай зеленых томатов, которые вы сможете законсервировать. Но как минимум сделайте прищипку верхних кистей и верхушек на половине ваших томатов, для того, чтобы хотя бы на этой половине все силы на развитие плодов шли именно на те плоды, которые уже к этому времени образовались. А те, которые в перспективе у вас, может будут, может нет, рискните не больше, чем на половине ваших посадок. Что ж, вот такие вот особенности выращивания полудетерминатных сортов, которые, между прочим, нужно также пасынковать, как и томаты закрытого грунта. Единственное, что их можно выращивать с меньшим риском в 2-3 ствола, а остальные пасынки с них обязательно надо убирать, для того, чтобы не забирать силы от тех плодов, которые уже образуются. Ну, а что до супердетерминатных сортов, которые выращиваются без опор, без колов, которые совсем низкие, там можно обойтись и вовсе без посынкования. Каждый пасынок даст вам кисть, которая впоследствии даст вам очень хороший урожай. Единственное, что если объем посадок вам позволяет, вы у супердетерминатных таких без подвязки сортов можете удалить к середине июля верхушки, для того, чтобы у вас больше не нарастала верхушка, не образовывались дополнительные пасынки. И удалять можно пасынки на самих пасынках, то есть пасынки второго порядка. Их можно убирать. Но, как правило, с такими помидорами, суперранними, супердетерминатными, никто не возится и оставляют их расти так, как они есть. Ничего оттуда не удаляя и убирая их, по крайней мере, в условиях Беларуси, до окончания первой декады августа, точно до наступления каких-то фитофторных периодов. По защите этих томатов надо еще пару слов сказать. Конечно, из-за вот этих перепадов сильных, температурных, ночных, из-за того, что дождь на них то льет, то засуха сильнее их душит, поэтому регулировать надо обязательно полив, обязательно надо регулировать проветривание. Все это сложнее делать в таких посадках открытого грунта. Конечно, они требуют сильной защиты. И, конечно же, применение химических средств защиты является очень и очень нежелательным на таких овощных растениях. Поэтому в помощь вам обязательно наши рецепты по фитостимулирующим обработкам с помощью солициловой кислоты. Обязательно вам необходимо применять биологические средства защиты, такие как бактоген, ну, фитоспорин на худой конец тоже все неплохо работает. Только выбирайте препараты без содержания гуматов, поскольку гуматы могут стимулировать излишний рост растений в этот период и переводить растения в вегетативную фазу. В качестве фитостимулирующих средств в обязательном порядке выбирайте такие препараты современные, как Макс и Мун, для того, чтобы в полной мере быть уверенным, что даже без химической защиты ваши томаты будут в полном порядке. Кроме того, особенно если ваши томаты располагаются рядом с посадками картофеля, вам непременно надо постараться защитить их и от колорадского жука. Еще до появления колорадского жука на томатах обязательно каждые 7-10 дней проводите обработки такими препаратами, как бетоксибацелин, для того, чтобы не применять впоследствии какие-то контактные или системные инсектициды, для того, чтобы не насыщать вашу продукцию остаточными дозами пестицидных препаратов. Следуйте этим советам, и вы будете иметь томаты точно не хуже, чем те, которые здесь у меня на участке. Что ж, на этом я с вами прощаюсь, задавайте ваши вопросы по мере возможности, буду стараться на них отвечать. Всего хорошего!